Обмен опытом изучения норвежского языка и знакомства с бытом коренных народов Норвегии и долины Пасвек. Учащиеся школы имени Пырерки и студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова вместе со своими наставниками вернулись из Норвегии, где около недели проходили перезагрузку в высшей народной школе Пасвек. О своих впечатлениях ребята рассказали нашей съемочной группе. Студент третьего курса на это в будущем технолог Вячеслав Вербицкий. И один из немногих, кому выпал уникальный шанс побывать в норвежской школе Пасвек. Нас очень гостеприимно встретили. Нам, конечно, в первый день не все показали, но большинство. Школу показали, показали, где мы проживать будем. Там у них находится в разных корпусах. Школа отдельная. И не как у нас, там двухэтажные. А у них корпуса, где мы жили, они одноуровневые, одноэтажные. И получается, мы жили всей делегацией в одном здании. То есть, и неподалеку как раз со школы. То есть, утром, чтобы встать и дойти, там минут пять максимум. Поразила ребят не только специфика организации бытов корпуса, где они проживали, но и особенности учебного процесса. Не знаю, какой-то в другой мир попал. Там нету никакого напряжения. Там как-то все расслаблено по-домашнему. Нету серьезности. Ну, это их плюс. У них не принято ходить в обуви. То есть, у них всегда есть сменная обувь. Мы разбываемся, как бы развиваем курточку. И уже тогда поднимаемся на второй этаж. У них второй этаж, на нем, точнее, находится там спортзал, столовая. И, можно так сказать, холл, там, где они могут отдохнуть. То есть, комната отдыха. У них висит плазма. Там телевизор большой. Стоят книжки. Очень удобные диваны. То есть, чтобы свободно провести время там, когда у них между переменами. То есть, они могут еще взять чай себе дополнительно. Высшая народная школа расположена в 40 километрах от Киркинесса на территории заповедника Пасвик. Учебный год здесь длится 9 месяцев с августа по май. А вся система обучения не предполагает оценок и экзаменов. Школа предлагает обучение по программам охоты и рыбалка, езда на собачьих упряжках, дикая жизнь в Финмарке, норвежский язык и культура, приключения на севере, арктический туризм и горячая Арктика Россия. Для тебя, как будущего технолога, что было наиболее интересным? Охота. Да. Потому что, как бы, много чего можно увидеть. Они не только на лося охотятся, а еще и на медведя. Ну, у них это запрещено, да. А в некоторых регионах разрешено. То есть, на лисов они охотятся. То есть, они показывали нам. Ну, как бы, это интересно очень. Я ходил на охоту, нам, ну, рассказали про ловушки, дали пострелять из винтовок. Ходил на резьбу, смотрел, как они ножи делали. То есть, они за свои деньги заказывают материалы. Это древесина или те же рога оленей. Ну, они уже у них есть. И лезвия. Посетить Норвегию – давняя мечта второкошницы на этой будущего ветеринара Ольги Рочевой. В рамках визита в Пасвик девушка вместе с другими ребятами из округа прошла интенсивный курс изучения норвежского языка. Я всегда мечтала побывать там. И вот моя мечта сбылась. Эмоции прям вообще. Я очень люблю норвежский язык. Поэтому для меня это большой опыт и большая мотивация к изучению английского и норвежского языка. Поездка делегации округа в Норвегию была организована в рамках международного сотрудничества. В марте этого года норвежская сторона посетила Нинницкий округ. В дальнейшем у нас идет прием, опять же, их в гости к нам. И потом у нас, возможно, дальнейшее это общение. То есть мы можем отдать своего студенту, да. То есть если кто-то хочет учиться дальше там в этой школе. А они могут прислать к нам своего студента. То есть вот таким вот обменом. Ну просто у нас специфика своя. То есть мы учим в профессии, а они, грубо говоря, учат выживанию жизни. То есть вот у них такая большая особенность. Когда состоится следующий визит обучающихся высшей народной школы Пасвик в наш регион, пока неизвестно. Но можно с уверенностью сказать, что для окружных ребят поездка в Норвегию стала настоящей перезагрузкой. Твои планы на будущее как-то поменялись после этой поездки? Да, поменялись. Я хотела переехать раньше в Норвегию. У меня была такая мысль. Но она была так. Просто как-то где-то вдалеке. А сейчас это уже прям цель. Осознанный выбор. И я действительно хочу туда переехать. Мне понравилось. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.